Я говорю не о внимании к чему-то определенному, а о том, чтобы просто быть внимательным. В йогической системе есть понятие «даша ваданис», «шата ваданис». Человек может делать 10 дел одновременно. Если вы не упустите ни одной мелочи, люди будут думать, что вы сверхчеловек. Мы можем познакомить вас с очень динамичными процессами, которые помогут вам развить внимание до наивысшего уровня. Что для вас значит концентрация и как мы можем применить ее в нашей повседневной жизни? Что такое концентрация? Можно по-разному описать это понятие. Вместо того, чтобы говорить «концентрация», используем слово «внимание». Вы согласны, что концентрация и внимание — это примерно одно и то же? Есть небольшая разница, некоторые нюансы между ними. Но, говоря о концентрации, мы имеем в виду сфокусировать взгляд на чем-то, то есть фокус всегда ограничен. Внимание же может быть намного шире. Сейчас мне трудно разглядеть того молодого человека, потому что он в тени. Но если бы зал был хорошо освещен, мне не пришлось бы фокусировать взгляд, чтобы разглядеть людей, сидящих здесь. Тогда мне потребуется только внимание. Если я внимателен, то вижу всех людей такими, какие они есть. Но сейчас меня заинтересовал этот молодой человек. И тогда мне нужно сконцентрироваться. Если бы у меня была только концентрация, без внимания ко всему вокруг, я говорю о всеохватывающем и неизбирательном внимании, не о внимании к чему-то определенному, а просто о том, чтобы быть внимательным. Только благодаря определенному уровню внимания и осознанности внутри вас вы можете понять, что существуете. Иначе, например, когда вы спите, в вашем восприятии нет ни мира, ни вас самих. Это происходит потому, что когда нет внимания, нет никакого восприятия. Поэтому самое главное — это внимание, которое, по сути, способность охватить все. И когда что-то привлекает ваш интерес, тогда вам уже нужна концентрация. Так что же такое концентрация? Какая от нее польза и где ее применять? Мы концентрируемся на чем-то только потому, что наше внимание недостаточно интенсивно. Если бы ваше внимание было очень интенсивным, концентрация была бы вам не нужна. В егической системе есть понятие «дашаваданис», «шатаваданис». Человек может делать десять дел одновременно. Есть такие, кто может делать сто дел одновременно. Они могут одновременно исполнять музыку, решать сложную математическую задачу, писать стихи и так далее. Десять или сто дел одновременно. Есть такие люди. Вы можете использовать это, чтобы выступать на сцене, либо применить в жизни и стать предпринимателем. Очень важно, чтобы, идя по улице, вы могли заметить то, что большинство людей не видят. Именно тогда вы становитесь лидером, потому что вы способны видеть то, что другие еще не видят. Так вы становитесь лидером. По сути, лидерство означает, что вы стоите на ступеньку выше других. В таком случае вам нужно видеть лучше остальных. Так что внимание — это то измерение, которое поднимет вас на ступеньку выше. Если вы хотите, чтобы ваше внимание было очень интенсивным по отношению ко всему, тогда перестаньте разделять «это человек не нравится, а тот не нравится». «Это хорошо», «это плохо», «это прекрасно», «это безобразно», «это полезно», «это бесполезно». Если вы не будете делать никакого разделения и просто будете работать над своим вниманием, не над тем, чтобы быть внимательным к чему-то, а просто быть супервнимательным, но не к чему-то конкретному. Если прямо сейчас вы повысите электрическое напряжение в этом зале, то когда загорится свет, он не будет думать, кого освещать, а кого нет. Когда включается свет, он освещает все, что находится в комнате. Это важно. Это очень важный аспект йогического процесса. Мы продолжаем работать над своим вниманием, расширяем его восприимчивость, повышаем вольтаж, делаем его все интенсивнее и интенсивнее. Мы не поощряем концентрацию, потому что это означает сфокусировать все внимание на чем-то одном. Предположим, вы полностью посвятите всю жизнь чему-то одному, но в итоге ничего стоящего в этом не найдете. Что вы будете делать в конце своей жизни? Вот что происходит с большинством людей. Вам просто нужно сделать свое внимание настолько интенсивным, что никакая концентрация не сможет его заменить. Если ваше внимание достаточно интенсивно, вы не упустите ничего в этой вселенной. И когда вы не упускаете ни одной мелочи, люди думают, что вы сверхчеловек. Речь не о том, чтобы быть сверхчеловеком, суперменом, а о том, что быть человеком — это супер. Мы можем познакомить вас с очень динамичными процессами, которые помогут вам развить внимание до наивысшего уровня. Ясность вашего восприятия определяет то, насколько успешно вы идете по жизни. В этом нет никаких сомнений. То, сколько ошибок вы совершите в своей жизни, зависит от того, насколько вам недостает ясности. В этом тоже нет никаких сомнений. Чтобы достичь ясности, прежде всего требуется развивать внимание и перестать разделять мир, когда вам кто-то становится неприятен. «О, это мужчина, это женщина, это собака, это то, это другое». Просто будьте внимательны безо всяких предупреждений. Если вы просто уделите внимание всему и всем без предвзятости, если вы просто уделите внимание муравью, то узнаете феноменальные вещи. Вы из Германии. Кто знает, может быть, если вы уделите достаточно внимания муравью, в итоге вы создадите лучший автомобиль на планете. Потому что я не видел ни одной машины, которая бы двигалась так же проворно, как муравей. Но думаю, что никто не уделял достаточно внимания муравью. Потому что развитие внимания намного важнее концентрации. Концентрация нужна для отдельных задач. Вы можете провести простой эксперимент. Сядьте слегка, приподняв лицо вот так, и закройте глаза. Вы увидите, что в точке между бровями естественным образом появится фокус. Но вы продолжите осознавать многие вещи, людей вокруг вас, ваше дыхание, ощущения в своем теле. Вы можете осознавать все и при этом оставаться сфокусированными. Умственная концентрация — это ограниченная возможность. Но внимательность приведет вас к наивысшей осознанности, или, как это называют другие люди, к сверхосознанности. Это простая осознанность, но люди думают, что это сверхосознанность. И поэтому вы будете видеть все таким, как оно есть. Самое важное в этом — чтобы ваш ум не действовал как оптическая призма, не создавал искажений или узоров. Ваш ум становится словно ровное зеркало, в котором все видно таким, как оно есть. Только когда вы видите все таким, как оно есть, вы можете справляться совсем разумно. Иначе вы многое можете испортить. И это важно для предпринимателя, потому что вы работаете сами на себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова